В этом сезоне многие жители нашей страны в качестве места для летнего отдыха выбрали Черноморское побережье России. При этом значительная часть туристов едет на юг на своем автомобиле. Как в Жеру пережить долгую поездку на машине, расскажем в следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате реакция снижается, поэтому год вам совет перед дальней поездкой выпейте таблетку глицина. Это аминокислота, активизирующая мозг. И даже если у вас хороший кондиционер в машине, делайте остановки каждые 2 часа. Ведь организм не только реагирует на температуру в автомобиле, но и на улице. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться в дороге, это обезвоживание. На жаре и в духоте мы можем потерять до полулитра пота за час. Если не восполнить влагу, может начаться гипоксия, то есть кислородное голодание мышцы мозга. Это также ведет к снижению быстроты реакции. Могут еще возникнуть микроспазмы мышц рук и ног, что за рулем крайне опасно. Специалисты советуют перед дорогой выпить томатного сока. За счет калия он поддержит водно-сливой баланс. Не стоит злоупотреблять перед дорогой сладостями и жирной пищей, так как сахар усиливает потаотделение, а тяжелые блюда замедляют обмен веществ. Возьмите с собой спрей с минеральной водой и опрыскивайте лицо и шею каждые 15-20 минут. И, конечно же, не забывайте захватить дорогу в бутылку питьевой воды или морса. Слепящее солнце – вот с чем часто сталкиваются водители и в городе. Большинство аварий летом происходит только потому, что водитель не смог разглядеть встречный автомобиль из-за бьющих по глазам солнечных лучей. Поэтому в идеале выезжать нужно рано утром или после заката. Но если надо спешить, когда солнце в зените, заведите специальные солнцезащитные очки для водителя с антибликовыми или дымчатыми стеклами и всегда держите их в машине. Кстати, поток прохладного воздуха от кондиционера в машине направляйте в ноги, а не в лицо. Это поможет гораздо эффективнее бороться с жарой, а риск, что продует и ангину, схватите значительно ниже. Кожа ног очень чувствительна к перепадам температур. Нервные окончания капилляры активно участвуют в терморегуляции. Поэтому, создавая ногам приятную прохладу, мы помогаем всему организму перестроиться и легче переносить в жару. И еще не менее важно в длительные поездки отправляться с хорошим настроением. Это скрасит не только расстояния, но и неудобства и сложности в пути. Кристина Смирнова, Леонид Ализаревич, Цеменское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова